Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Российское лето». Сегодня 7 сентября. В этот день в истории нашего Отечества. В 1688 году родился Михаил Бестужев-Рюмин, граф, государственный деятель и дипломат. В 1803 году родился Николай Павлов, писатель и переводчик. В 1861 году химик Александр Бутлеров выступил с докладом о химическом строении веществ. В 1887 году родилась Вера Пашенная, актриса Малого театра. В 1918 в Москве создано российское телеграфное агентство «Роста» при ВЦИК. В 1928-м постановлением Центрального исполнительного комитета и Совнаркома СССР был учрежден Орден Трудового Красного Знамени СССР. В 1933-м на съезде советских писателей Максим Горький выдвинул лозунг критического реализма. В 1977 году в Ленинграде произошло 235-е по счету наводнение. 7 сентября 1688 года в Москве родился Михаил Бестужев-Рюмин, граф, государственный деятель и дипломат. Он появился на свет в семье Петра Михайловича Бестужева-Рюмина, который впоследствии стал обер-гофмейстером герцогини Курлянской Анны Иоанновны. В 1708 году Михаил Петрович уехал за границу. Образование он получил в Копенгагене и Берлине. Дипломатическая служба Михаила Петровича началась с поездки в Константинополь с миссией барона Шафирова в качестве дворянина при посольстве. В 1720 году он был назначен резидентом в Лондон, а через год послом в Швецию. В 1724 году во многом благодаря Бестужеву был заключен русско-шведский оборонительный союз сроком на 12 лет. В 1726 году Михаил Петрович был направлен в Польшу в ранге чрезвычайного посланника. В 1730 году он уже в Берлине, а спустя два года снова в Швеции. Там, в 1735 году, ему удалось пролонгировать русско-шведский союзный договор еще на 12 лет. Когда в 1741 году началась русско-шведская война, Бестужев, уничтожив свои дипломатические бумаги, выехал сначала в Гамбург, а затем в Ганновер. Здесь он имел свидание с английским королем Георгом II, которого старался убедить в необходимости включения в англо-русский договор 1741 года статьи о высылке в Балтийское море английской эскадры в случае, если Франция окажет помощь Швеции. Со вступлением на престол императрицы Елизаветы Петровны переговоры были прерваны, и Михаил Бестужев выехал в Варшаву, куда был назначен послом. Однако вскоре его отозвали в Петербург. В апреле 1742 года Бестужев был награжден орденом святого Андрея Первозванного. В 1744-1752 годах он выполнял дипломатические миссии в Берлине, Варшаве и Вене. В 1752 году Михаил Петрович был отозван в Петербург, но по дороге заболел и прибыл в столицу только спустя три года, которые провел в Дрездене. В 1756 году Бестужев был назначен послом во Францию, где и провел последние четыре года жизни. 7 сентября 1803 года родился Николай Павлов, поэт и прозаик, критик и публицист. Он появился на свет в семье Дворового в Москве. В возрасте восьми лет он получил вольную. По окончании Московского театрального училища Павлов недолгое время был актером. Позже он поступил в Московский университет и в 1825 году закончил его со степенью кандидата прав. Какое-то время Николай Филиппович служил в Московском надворном суде и в канцелярии генерал-губернатора. Свою литературную деятельность он начал еще в 1820-е годы переводами для театра, которые остались ненапечатанными. В 1822 году Павлов дебютировал в печати басней «Блестки». Вскоре его стихи появились на страницах альманахов и журналов «Мнимазина», «Московский вестник», «Московский телеграф», «Галатея». В 1829 году Николай Филиппович был избран действительным членом общества любителей русской словесности. Спустя два года он опубликовал первые в России переводы из «Оноре де Бальзака». Высокую оценку критика Виссариона Белинского получила книга Павлова «Три повести», увидевшая свет в 1835 году. В книгу, снискавшую автору всероссийскую известность, вошли повести «Именины», «Ятаган» и «Аукцион», наполненные острой социальной критикой. Пушкин назвал повести Павлова первыми замечательными русскими повестями, ради которых можно забыть об обеде и сне. В результате за писателем закрепилась слава блестящего билетриста. Однако книга вызвала гнев Николая Первого, ее переиздание было запрещено. Появившаяся в 1839 году сборник «Новые повести» большого успеха не имела. Следующим произведением, заставившим говорить о Николае Павлове всю просвещенную Россию, стали его «Четыре письма Гоголю», опубликованные в 1847 году в «Московских ведомостях» и в «Современнике». В 1848 году с началом революции в Европе в России наступило мрачное семилетие, или эпоха цензурного террора. В это время в числе многих пострадал и Николай Филиппович. В 1851 году его на четыре года выслали в вятку за хранение дома вольнодумных бумаг. По возвращении из ссылки судьба снова улыбнулась писателю. В 1857 году в «Русском вестнике» публикуются его критические статьи. С этого времени Павлов получил признание как критик. В последние годы жизни Николай Павлов издавал газеты «Наше время» и «Русские ведомости». 7 сентября 1887 года в Москве родилась Вера Пашенная, актриса, народная артистка СССР. Она появилась на свет в семье известного актера Николая Петровича Рощина-Инсарова. Настоящая фамилия – Пашенный. Ее старшая сестра Екатерина Рощина-Инсарова впоследствии играла ведущие роли во многих театрах России. С детских лет Вера Николаевна мечтала стать врачом. Но однажды увидела объявление о приеме в императорское театральное училище и решила попытать счастье. Впоследствии старшая сестра решительно запретила ей брать фамилию, под которой сама играла на сцене. Тогда Вера сказала, ну что же, если я буду из себя что-то представлять, то и моя фамилия будет что-нибудь значит. А нет, ничего не поделаешь. В 1907 году, после окончания Московского театрального училища по классу знаменитого актера и театрального режиссера Александра Ленского, Вера Николаевна была принята в труппу Малого театра. Первыми ее ролями были Мария Стюарт в одноименной пьесе Шиллера, Катерина в грозе и Лариса в беспреданнице Александра Николаевича Островского. Пашенная довольно быстро стала ведущей актрисой Малого театра, а потом и его легендой. Народный артист СССР Михаил Царев писал, Пашенная была рождена в искусстве не для звуков сладких, а для битв. В этом зерно ее дарования. Она художник-борец, глубоко верящий в могучую воспитательную силу театра, неутомимо и страстно защищающий всем своим творчеством правду жизни. С 1924 года Пашенная руководила театром-студией, а с 1933 года несколькими курсами в театральном училище при Малом театре. В 1937 году Вера Николаевна была удостоена звания Народной артистки СССР. В 1941 году она стала профессором высшего театрального училища имени Щепкина. Веру Пашенную отличали великолепные внешние данные, мощный темперамент, несомненная глубина натуры и поразительный грудной голос, наделенный множеством оттенков. За 56 лет сценической жизни Пашенная сыграла более 100 ролей, 85 из которых на сцене Малого театра. В последние годы творчества актриса создала яркие образы Васы Железновой в одноименной пьесе Максима Горького, хозяйки Низкого Ори в каменном гнезде Вулиёкки, Любови Яровой в одноименной пьесе Константина Тринёва. Критики писали, что Пашенной были свойственны романтическая приподнятость при психологической бытовой достоверности и прекрасное владение русской речью. 7 сентября 1928 года постановлением Центрального исполнительного комитета и Совнаркома СССР был учрежден Орден Трудового Красного Знамени СССР. В декабре 1920 года восьмым Всероссийским съездом Советов был учрежден Орден Трудовое Красное Знамя РСФСР. Впоследствии подобные ордена были учреждены и в других советских республиках. Согласно статуту Ордена, им награждали за выдающиеся трудовые заслуги перед советским государством и обществом в области производства, науки, культуры, литературы, искусства, народного образования, здравоохранения, в государственной, общественной и других сферах трудовой деятельности. У достоица Ордена могли не только люди, но и предприятия, объединения, учреждения, организации, союзные и автономные республики, края, области, автономные области и автономные округа, районы, города и иные населенные пункты. Первым кавалером Ордена Трудовое Красное Знамя РСФСР стал крестьянин Гомельской губернии Никита Менчуков, удостойной этой награды постановлением в ЦИК РСФСР от 1921 года за самоотверженную защиту от ледохода Чигиринского моста. Первыми коллективами удостойными Ордена Трудовое Красное Знамя РСФСР были Тульские оружейные и патронные заводы, Охтинский и Шосткинский капсульные заводы, награжденные в 1921 году за выполнение плана по производству винтовок и патронов в период угрозы захвата Тулы белогвардейскими войсками Деникина. Автором рисунка Ордена Трудового Красного Знамени образца 1928 года стал художник Куприянов. Образца 1935 года медальер Ленинградского монетного двора Галинецкий. Орден Трудового Красного Знамени полагалось носить на левой стороне груди. Знак Ордена имел овальную форму. На обрамляющем Орден зубчатом колесе помещалась надпись «Пролетарий всех стран, соединяйтесь». До начала Великой Отечественной войны в СССР было произведено более 8 тысяч награждений Орденом Трудового Красного Знамени. В числе награжденных лучшие представители рабочего класса, крестьянства и трудовой интеллигенции, передовые коллективы предприятий, научно-исследовательских учреждений, учебных заведений, колхозов и совхозов. Всего к началу 1977 года было произведено свыше 1 миллиона награждений Орденом Трудового Красного Знамени. Награждения могли повторяться. История Ордена знает трех шестикратных кавалеров. Среди тех, кто был удостоен этой высокой награды четырежды, всемирно известная балерина Галина Уланова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова